Энергокапитуляции, да. Статья на Пикинформ за 16 октября 2019 года. Экономика Украины очень непредсказуемая вещь, но это если судить со стороны блага для государства. Вот если смотреть, что вытворяют украинские олигархи в борьбе за рынок, то все становится на свои места. Пока Коломойский организовывает протесты не капитуляции, он сам подготовил сдачу интересов Украины в энергетической сфере. Центр Энерго оставлен в процедуре банкротства и под управлением привата Игоря Коломойского. Теперь Центр Энерго избавлен от возможностей приватизации и остается под полным контролем привата со своим менеджером Владимиром Потапенко. Это позволяет связанным с Коломойским компаниям поставлять компании уголь по завышенным ценам и покупать электричество для своих предприятий по заниженным. После смены руководства в сентябре убыток энергокомпании достиг 2,1 миллиардов гривен. Президент Владимир Зеленский пытается делать вид, что ничего не знает о схемах на Центр Энерго. Ни одного шага на бу в сторону расследований в сфере энергетики. А свежие поставки электроэнергии из РФ, ставшие возможными благодаря поправке Геруса, вообще вызывают недоумение. Все идет к тому, что пока будут обсуждать формулу Штайнмайера, кое-кто реализует свои схемы, при которых Украина окажется полностью зависима в энергетическом плане от страны-акресора. И тогда все равно, кому принадлежат провайдинговые сети, телекоммуникации, телеканалы. Тот, у кого в руках рубильник, и будет диктовать, что смотреть, что не смотреть. Энергетический комитет благополучно утвердил ночное творение Андрея Геруса и его бородатой музы Игоря Коломойского. Теперь этот филитон отправится в Раду и будет проголосовано во благо российских производителей электроэнергии с маркировкой «Зроблено» у Беларуси. Экспорт энергии будет осуществляться напрямую через бумажки, подписанные технократичным гончаруком, а ручное НКРК будет устанавливать граничные цены на отпуск энергии на рынке. Возникает ряд вопросов. И это вопросы не к Коломойскому, тут все ясно. Вопросы возникают к Белецкому и другим патриотам. Суть правок Андрея Геруса сводится не только к ручному управлению рынком электроэнергии, что уже плохо для Украины, а в том, что преференции для поставщиков электроэнергии из Беларуси – это фактически преференции России. Увидим ли мы пикеты и другие акции прямого действия людей Белецкого возле офиса Андрея Геруса и здания НКРКП, как это было в свое время под зданиями Сбербанка России? Вопрос, очевидно, риторический. Выгодно ли Украине как государству иметь энергетического монополиста – вопрос тоже риторический. Но на практике это выльется в повышение цен для рядовых граждан на электричество, а также будет избирательно повышаться цена на электричество для конкурентов Игоря Коломойского. В итоге, несколько крупнейших предприятий Украины, которые еще на плаву, будут остановлены. Люди останутся без работы и без средств к существованию. Экономика Украины – очень непредсказуемая вещь. Но только если не понимать, что это экономика не Украины, а экономика Игоря Коломойского, украино-израильского олигарха и очень большого друга украинского президента. Сергей Лебедев, Ник Лохматый, специально для Пик Информ. Энергокапитуляции – да. Продолжение следует...